А вы неплохо справляетесь со своей работой, лейтенант Хилбнер? Со своей работой? Ну, я полагаю, что это входит в ваши обязанности следить за тем, чтобы дама не скучала. Я с вами танцую не потому, что это моя обязанность, а потому, что я хочу это. Вы очень любезны. Вы мне не верите? А какая разница? Может, вы хотите, чтобы я вас покинул? О, нет. Нет, 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 прошу вас. Не делайте этого. Тем более сегодня. Сегодня мой день рождения. Действительно? Да, мне сегодня сорок шесть. Вы представляете? Кто бы мог подумать, что мне сегодня сорок шесть? А я бы вам не дал и тридцати. Мы немцы не придаем такое значение возраста. Тем более такая шикарная и волнующая женщина, как вы. Какое значение имеет возраст? О, вы очень добры. Но наступает время, когда женщины становятся холодными, а их сердца каменными, они засыхают или толстеют, или начинают пить. Они выходят замуж за слишком молодых мужчин, а потом получают по заслугам. И им остается ждать. Ну, когда же, когда же, ну, когда же этот страх одиночественный сделает свое дело? Мистер Эдл, вы очень шикарная и волнующая женщина, и вы это знаете. Скажите, лейтенант, а вы не могли бы... Что? Роман со мной завести. Уединимся. Добрый день, мистер Эдл. Внимательный. Лейтенант Хюднер. Скажите, а отчего вы не изволили завтрак? Что завтрак, лейтенант? Вы только взгляните. Взгляните на это небо. Эта волнующая черная даль сливается с морем и манит. Манит. Что за чудесный простор. Я уверена, что вы с вашей женой часто любуетесь этим простором. Как бы мне хотелось, чтобы кто-нибудь когда-нибудь любовался им вместе со мной. Кстати, а где ваша жена, лейтенант? Почему она не с вами? Да потому что я холост, мадам. Вы холост? Ну, конечно. Вы уже говорите по-французски? Немного. Не знаю, не знаю, мистер Эдл. Не знаю, не знаю, мистер Эдл. Немного, немного. Мисс Рэдл, а мне нравится, что вы такая романтичная. И несмотря на возраст, такая волнующая женщина. Да, да. Я не скрываю свой возраст. Впрочем, как и то, что мне никогда в жизни не встречался мужчина, который бы полностью меня удовлетворил. Ну, как говорит, по-моему, Бернард Шоу, если не можешь получить того, что желаешь, довольствуйся тем, что имеешь. Мистер Эдл, ну скажите, отчего бы хотелось бы вам? Чтобы кто-то любил меня вечно. Вы не обратили внимания, лейтенант, что на этом корабле все только и говорят, что люби меня, даже если я не люблю тебя. Люби меня, даже если я не достойна этой любви. Люби меня, даже если вообще, вообще любви не существует. Люби меня, любви меня, любви меня. Вообще-то вы правы, лейтенант. Пора пообедать. Мистер Эдл. Внимательный лейтенант Шюбнер. Ну, почему вы меня избегаете? Что, преследуете меня? Что, что вы от меня хотите? Я давно хотел попробовать вас поцеловать. Что, вы вообще решили, что я хочу целоваться с вами? Теперь вы не хотите, чтобы я поцеловал вас? Почему? Может, вы хотите, чтобы я сказал, я люблю вас, но я не знаю, что это значит. Нет, я прошу вас, пожалуйста, не говорите при мне эти слова. Я не хочу их слышать. Ну, тогда почему вы завлекали меня всю дорогу? Почему не считались моими чувствами? Это бесчеловечие. Мне очень жаль. Знаете что? Мисс Трэбилл. Я всего лишь младший офицер на корабле второго класса. Но это дало мне возможность наблюдать за людьми. Я видел таких, как вы раньше. 46-летняя женщина, но все еще кокетки. Что вы себе позволяете, лейтенант? Часто путешествуют, часто чего-то ищут. Знаете, чем заканчиваются такие поиски, мисс Трэбилл? Нет, сидением в ночном клубе с платным кавалером, который говорит вам ложь. Да, ложь, которую вы хотите услышать. Вы. Вы прозаичный, банальный человек, как стану, что именно вы. Именно вы говорите мне такие страшные, такие отвратительные вещи. Вы что, вы обо мне знаете, лейтенант? Я, я, я актриса и работала в лучших в РИТе Парижа. А кто вы такой? Вы всего-навсего, вы всего-навсего жалкие лейтенанты. На корабле в второго класса. Да, мне 46 лет, но в этом невладом теле живет душа 16-летней девочки. Уходите. Уходите, уходите, я прошу вас. Уходите, 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 уходите. Я gösterе. Уходите. Я очень сил nawet. Уходите, спустите, мge, дамы, миссии, на следующем обле. Вренuit другому пророчút у況тро. Вы пророчете-отквилосу, и в 선ять です ему связи. Вы. Довушка, заседательная дальнейшая молодая трюка. ДобавДа. Валя! Субтитры создавал DimaTorzok